денис приветствую тебя привет всем новый четверг как быстро летит время обсуждаем рынки то что на них случилось за последней торговой сессии заранее всегда смотрим вперед друзья подсказываем вам как что можно делать сейчас учетом актуального новостного фона надеемся то что эта информация вам достаточно для того чтобы иметь какую-то альтернативную точку зрения того что происходит мы с денисом никогда не претендовали как бы на истину это точка зрения подсвечиваем подсказываем уже фактическое решение за вами но в любом случае любая адекватная торговая активность должна всегда соотноситься с правилами риск менеджмента надеемся вы об этом напомните денис следующая неделя мы всегда с тобой говорим о ключевых фундаментальных событиях понятно что когда рынок сейчас переварил данные по инфляции в сша нужен какой-то новый фундаментальный триггер и следующая неделя это симпозиум джексон холли тоже важное событие я уверен то что многие знают о том что это глобальный форум банкиров где обсуждают конкретно монетарную политику фактически вызовы которые с которыми сталкивается мировая финансовая система и то как центральные банки реагируют на возникающие проблемы примечательно что на симпозиуме джексон холли обычно принимаются какие-то важные решения если говорить про действия федрезерва на как раз в разные годы на симпозиуме были решения сначала о запуске программы количественного смягчения потом о начале программы количественного ужесточения тогда я сторонник того что этот симпозиум не обойдется без сюрпризов поскольку я отношусь скептически к текущей восходящей динамике индекс доллара считаю что куда больше оснований для снижения жду этот симпозиум жду выступления паула как то самое фундаментальное событие на котором глава американского регулятора может прокомментировать монетарную политику и может быть вот знаешь пробросить такую идею о том что дальнейшее повышение ставки оно может быть остается вероятным но фрес вряд ли к нему придет потому что видят том числе и проблемы с которыми сталкивается банковский сектор опять же на этой неделе уверен то что ты видел новость о том что фич жестит опять же новые коммерческие банки сша которые их рейтинге потенциально уже выставлен на пересмотр и фич позволил себе формулировку что в этот раз он доберется не только до третисортных банков но и займется прям крупными шами сейчас на радарах джипи морган но я думаю что если что-то будет джипи морганом то вообще можно будет говорить о закате всей вот этой элиты американской банковской в общем кризиса банковской системы он все еще сохраняется и сейчас когда мы видим значительный рост доходности американских облигаций вот сегодня уже 43 доходность по 10 лет там конечно же я ставлю себя на место рядового американца я не стал бы вкладывать деньги на депозит банк сейчас я бы скорее всего связался с американскими облигациями потому что они хотя бы на текущем этапе вселяют куда больше доверия и уж тем более я бы это сделал потому что каждый день на рынках появляются новостные сводки о том что какой банк будет следующим что повторить судьбу silicon valley bank то есть мартовского кризиса сша когда часть банков посыпалась из-за проблем со платежеспособности тогда кстати проблемы были связаны с тем что они оказались без денег из-за стремительных оттоков из-за того что просто инвесторы отдавали предпочтение американским облигациям и дальнейшее повышение ставки но если фрс конечно же хочет усугубить ситуацию ставку можно поднять до 6 процентов легко но нужно понимать что и 10 лет где-то там будут уже по доходности тогда банковская система вообще не досчитается денег со всеми вытекающими отсюда последствиями давай перейдем демонстрации экрана как раз начнем с индекса доллара я сегодня очень хочу распыляться на большое количество инструментов потому что хочется больше ясности иметь по американскому доллару и после того как все таки справедливость восторжествует и продавцы окажутся достаточно сильными чтобы затащить индекс доллара ниже тогда можно будет добавлять какое-то большее количество активов в тот портфель который мы с тобой разбираем но если у тебя есть и какие-нибудь другие точки зрения и хорошие уровни рекомендации которые ты можешь дать по другим инструментом это опять же будет только плюс короче индекс доллара 103.32 еще раз отмечу я жду симпозиум джексон холлига на следующей неделе жду выступление паула сохраняя пока короткие позиции потому что на мой взгляд особая ситуация не изменилась после выхода данных по инфляции плюс ко всему мы помним что когда вышли данные по индексу потребительских цен базовая инфляция оказалась ниже снизилась на 0,1 процента что доказывает то что ставка она типущая ставка 5.5 процентов уже оказывает то положительное влияние на формирование тенденции снижения инфляции что нужно было американскому регулятору про банки рассказал то что вижу в этом больше проблем рисков для экономики в целом рассчитываю что резервы сделать все необходимое чтобы снова сбросить десятилетки ниже четырех процентов а за этим соответственно должен потянуться вниз и американский доллар и вероятность повышения ставки по данным инструментов этого чтул на сентябрь составляет чуть больше десяти процентов но понимаем что при такой вероятность конечно же ставку не повысит поэтому до роста есть локальная восходящая динамика сохраняется но я не отказываюсь от прошлых рекомендаций жду развития нисходящей динамики что касается золота 1896 долларов за трость пункцию я постоянно провожу параллель с тем что происходит на рынке драгоценных металлов с действием толпы меньшинства с рыночным сантиментом опять же с тем что происходит на рынке долга сша и на данный момент вот у меня сантимент прям открыт хочу отметить что 80 процентов трейдеров по-прежнему сидят покупках то есть толпа покупках и рынок разумеется идет против толпы я думаю что где-то в районе 1900 долларов когда мы подбирались сверху вниз к золоту последует мощный импульс вниз долларов там на 15 на 20 и это приведет к тому что толпа развернется но мы видели тест поддержки 1900 потом этот уровень стал сопротивлением видели то что котировки по сути просели там до 1890 долларов за трость пункцию но ничего не изменилось поэтому есть еще запас прочности у покупателей они по-прежнему верят то что разворот должен произойти вот-вот но мой опыт подсказывает мне что когда на рынке есть такое заблуждение это значит то что новый минимум они только еще впереди поэтому по золоту я считаю что нисходящая динамика может продолжиться и в качестве как бы целевых ориентиров я бы уже метил на уровне долларов на 20 пониже чем текущие котировки то есть это фактически значение 1870 1880 а там нужно будет параллельно смотреть на то извинились ли рыночные настроения перешел ли доллар к развитию нисходящей динамики и снизилась ли доходность американских облигаций пока что короткие позиции по золоту для меня кажутся более привлекательными для инвесторов поэтому я рекомендую смотреться именно туда вот пожалуй на золоте индексы доллара я остановлюсь сегодня слово тебе передаю денис так ты меня слышишь да 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 отлично уже демонстрирую я хотел бы еще к этой всей картине добавить евро дело в том что по евро у нас тоже достаточно любопытная ситуация цена пришла в опцион на хеджевую зону но это хеджевая зона недельная рядом у нас здесь находится еще и стратегический локальный уровень поддержки то есть тот который цена уже неоднократно конечно же видела его пилили вот раз два три при формировании потом сделали уже достаточно существенный отскок вверх также если более глобальном плане брать то у нас получается есть такой восходящий канальчик верхнюю границу это как буферная разворотная зона цена ее очень красиво увидела то есть подошла сформировала уровень четко буферную зону вот она видна между двумя границами канала зашла отсюда отлетела и самый любопытный вопрос сможет ли дойти до нижней границы снова здесь вот как бы такое 50 на 50 дело в том что объемы сейчас крайне низкий то есть ну не на что нам толком даже опереться да до этого были более-менее значимы но они все были абсолютно в одна один точнее объем был проталкивающей свечи второй был уже в локально кульминационной свечки вот дальше то есть то о чем мы говорим примеры во время прошлого брифинга что через коррекцию да это коррекция дошла хотя она была слабее чем я рассчитывал больше склонялся на 1 11 и потом продолжение вниз ну а по факту там дошли 1 10 65 и отвалились то есть принципе были правы но чуть-чуть не до конца то есть отскок получился ну как по мне то практически в пустом поле и сейчас вот то что она находится в районе контрольной маржинальной зоны да этот момент есть но вообще вот этот весь диапазон как по менее хватает вот какой-то кульминации какой-то или заходного свинга то есть чтобы цена вот откорректировалась вверх коррекция вниз и потом через пробой тогда да вот красиво но сейчас нет ничего поэтому я например в последнее время валюты вообще не торгую вот серьезно смотрю просто не как они вот это движется вот этими распиливаниями постоянно куда не зайти фактически в лучшем случае будет только без убыток поэтому я даже не вижу смысла сейчас что-то здесь расторговывать коррекция да коррекция здесь никто не отменял у нас вот профиль объема есть контрактный депок у нас попадает четко вот в район зоны продавцов 1 0 9 77 1 10 0 5 туда да и действительно склоняясь вариант что у нас коррекция будет то есть выше я вообще не загадываю потому что вот эту область будет очень сложно пройти вот поэтому ну с текущих нету ничего ну реально ничего поэтому я бы лучше предложил бы подождать действительно захода уже объем потому что ощущение что крупняк с рынка ушел то есть как будто правят бал дилетанты такие движения у меня складывается именно такое впечатление то есть то же самое вот здесь вот было ну ни о чем абсолютно и потом только уже на существенных лигерах когда было сделано четко импульсное перекрытие тогда только пошло сейчас нету ничего поэтому коррекция до сюда возможно но опять-таки текущих не факт поэтому нужно смотреть на сколько вот будут всю эту область тестировать по поводу индекса доллара произошло то чего меньше всего ждал это то что сделают полное перекрытие вот этого сегмента так и сделала сделали уже стопроцентное перекрытие но это уже без вариантов и уперлись при этом верхнюю границу нисходящего канала либо она же еще и трендовое сопротивление у нас то здесь у нас какие остаются сценарии что фактически цена с текущих уровней наиболее вероятно как раз пойдет в откат хотя бы самая первая цель у него это район 101 50 причем потому что с точки зрения перекрытия сегмента именно здесь находится у нас близлежащий ориентир и плюс ко всему это еще и область прощения то есть тот диапазон который цена видела с обеих сторон даже если дальнейшие там будут восходящие тенденции все равно в основном формируется именно сюда откаты то есть к предыдущим уровням с прошлого сегмента и потом только уже делается продолжение более дальняя цель у нас находится в районе 100 с половиной она никуда не девалась но так как было сделано перекрытие поэтому нужно адаптироваться под то что рынок дает поэтому целью вот сюда соответственно то есть если такой кросс анализ проводить евро то здесь конечно коррекция может быть потом и поглубже но пока что будем на такие близлежащие ориентиры потому что все таки сейчас август мне кажется до конца августа и будет вот такие вот движения все то есть не туда и не сюда вот так что да сейчас действительно очень сильное сопротивление прямо в максимально сильном сопротивлении цена находится это прямо вот самый сильный переломный момент придумал по нисходящей трендовой это это прекрасно видно так и по поводу золота вот здесь кстати очень любопытный момент по золоту да такие добили в нижнюю границу но это уже абсолютно удивительно было дело в том что это еще с прошлой недели смотрел вот сюда тобой дело в том что у нас практически формация которая показывает что когда происходит слом паттерна перепозиционирования он изначально здесь как перекрытие сегмента он изначально здесь этот паттерн был причем достаточно четко сформированный но вот этими внутренними распиливаниями его все же добили ниже теперь самый любопытный вариант в том что ты говорил по поводу что там на 20 долларов ниже вот здесь вот я хочу немножко даже конкретику внести дело в том что сейчас у нас вполне возможен ложный пробок потому что цена подошла как раз вот ночь со вчера на сегодня после клиринга вот мы четко видим такой вот еще небольшой добой ниже и это достаточно существенно стратегический минимум то есть тот от которого у нас было движение в район 1987 и это было все с уровня 1893 сделано а вот зона хеджа по опционам то есть там где крупняк в основном заходит фичом противоположную позицию у нас находится в диапазоне 1870 1880 и поэтому у меня конечно возникает вопрос смогут ли сюда добить если сюда добить смогут а золото оно в принципе движется само по себе то отсюда прям самые выгодные покупки могут быть которые здесь вообще приставлен но я всегда считаю что рынок он он самоподобен он сам себя повторяет и если посмотреть на предыдущие значения то есть то откуда отскочили мы понимаем прекрасно здесь было очень сильное сопротивление сделано его пилили пилили причем много раз это делали потом только отскочили снова вниз на ритм с прошлого минимума поддержки но при этом когда цена шла вверх мы видим как вот предыдущие значимые экстремумы фактически точно также их пилили ложными пробоями и вот эта вот фишка когда вот такими ложными пробоями как будто здесь четко видно подошли то есть раз ударили откорректировались потом добили и после этого пошли на перекрытие здесь по контракту август насколько я помню был достаточно хороший кульминационный объем вот и вот в этой свече вот вот конкретно в этой свече был хороший кульминационный объем и потом его уже перегрели и с ретеста пошли вниз сейчас пока что у нас свой контракт декабря на нем самый большой открытый интерес но здесь пока что нету значимых объемов за исключением только того который на на этой неделе точнее этот понедельник было сделали такую локальную небольшую кульминацию но очень маленькая коррекция то есть для продаж даже очень маленькая коррекция была и добили ниже то есть сейчас пока объемов существенных нет но я не исключаю абсолютно что он может появиться то есть какой-то триггер сработать на рынке какое-то событие вот даже лимитка в стакане у крупняка стоит что попытаются и через ложные пробои пойти то есть оба варианта развития событий приблизительно к половине от коррекции движения здесь отметил почему этот уровень потому что здесь находится у нас на данный момент депо контракта то есть если вот раскинуть профиль вниз мы четко видим где его основное накопление то есть есть промежуточное внизу да но самое сильное процентов на минимум 30 которая отличается это все-таки находится здесь вверху поэтому район 1940 будет очень сильным уровнем которого цена вряд ли пройдет с первого раза и когда насчет корректироваться я бы советовал вот на именно этот уровень может чуть пониже взять зазором на 1940 именно на него больше всего обращать внимание то что могут к нему подойти и снова отскочить вниз но коррекция к нему с очень большой вероятностью у нас будет осталось только лишь дождаться важного триггера потому что проблема большинства как раз трейдеров которые нас потом обвиняют что вот в этом сказали будет расти она не растет вообще ничего не понимаете и так далее проблема большинства заключается в том то что они умеют признавать свои ошибки то понятное делают а самое главное это то что заходят без стопов не контролируют риски а потом обвиняют всех вокруг что вот это все все ваша медвина я там послушал мне не получилось и так далее поэтому еще раз говорю о том что сейчас на данный момент условий для кода сейчас нет но если не появится то есть хотя бы перекрыть вот этот сегмент и закрепиться выше уровня 1901 даже 1912 чтобы наверняка вот тогда условия будут пока цена находится ниже ближайшие до вот даже накопления и нового еще пока вот мы четко видим еще не создана поэтому здесь пока делать нечего просто запоминаем уровни в районе 1890 в районе 1870 80 вот эта хеджевая зона по опционам вот здесь реально будем действовать денис спасибо тебе за рекомендации за точку зрения зол действительно очень интересно я тоже крайне внимательно за ним слежу и согласен с твоей зоной который ты отметил который привлекательна для открытия таких долгосрочных покупок жду тоже где-то там как я уже отметил через вот это локальное развитие нисходящей динамики там уже буду оптимистично смотреть в отношении рынка драгоценных металлов ну что тогда следующая встреча последующей неделе четверг уже там практически в самом разгаре джексон холла обсудим что там если что-нибудь скажут интересное поговорим наметим новые рекомендации если будут хорошие возможности для входа еще раз денис спасибо что подключился наше время обсудил рынки самые хорошие у тебя закрытие недели и традиционно классных выходных спасибо большое тебе тоже взаимное и по возможности еще и заработать на эти же выходные спасибо спасибо пока пока пока